топ-5 минусов в сетевом бизнесе на мой взгляд вообще для меня этот выпуск очень слож ребята всем привет с вами снова я ирина остроух и вы на моем канале о заработке в интернете о сетевом бизнесе фрилансе да как можно заработать какие есть методы новые новаторские в продвижении сетевого бизнеса на рынок это все здесь а также есть несколько видео о здоровом питании правильным питанием подписывайтесь ставьте лайк в конце видео ролика и обязательно напишите свой комментарий мне очень важно знать ваше мнение вообще для меня этот выпуск очень сложный почему потому что вам интересно знать минусы сетевого бизнеса и я очень постараюсь вам рассказать о этих минусах сложно на самом деле но есть все же такие минусы как сейчас я вам о них расскажу топ-5 минусов в сетевом бизнесе на мой взгляд ребят вы у меня такие активные и это супер здорово поэтому за самый креативный комментарий под этим видео я подарю вам цифровой скрининг и расскажу какая сетевая компания вам подходит а для действующих сетевиков у меня вообще отдельный разговор я расскажу вам ваши сильные стороны в сетевом бизнесе и стороны которые мешают в развитии в продвижении в этом направлении поэтому ребят за вашу активность я буду вас щедро награждать итак давайте начнем давайте я расскажу первый минус номер один сетевом бизнесе минус в том что в первый месяц для новичка сложно выйти на доход в 10 тысяч рублей сейчас это не относится к тем кто приходит сетевой бизнес вместе с командой и сразу закрывает какую-то лидерскую квалификацию а бывает иногда и топ лидерскую да да и такое ребят бывает я честно говоря поддерживаю в этом направлении сетевиков потому что человек ищет там где лучше и не нужно быть фанатами сетевой компании не нужно да но и если вы новичок на самом деле реально выйти почти на десять тысяч но при условии у меня такое в команде было и это было чудесно при условии если вы будете работать усердно сетевом еще нужно работать до оказывается если вы будете ребята работать трудиться да и сделаете просто большой рывок да тогда возможно если прям вы будете большое количество время не отдавать на развитие в сетевом бизнесе в определенном проекте еще такой момент да в первом минусе еще очень многое зависит от методов работы до мало того что ты будешь усердно трудиться еще важны методы работы до методы продвижения в сетевом бизнесе это кстати цифровой скрининг мне в этом очень хорошо помогает помогает разобраться кто мои партнеры да как им можно помочь но об этом я опять же расскажу чуть чуть позже и так давайте приступим минус номер 2 в сетевом бизнесе минус номер два это реакция людей на то чем ты занимаешься это минус сейчас расскажу почему допустим приходит к вам ваш знакомый говорит да ну либо пишет вам слушай а чем ты занимаешься ну вот я вижу что ты вот чем-то онлайн да там работа занимаешься онлайн работа какая-то у тебя ну расскажи поподробнее мне интересно я как раз сейчас рассматриваю дополнительные источники дохода и вы такие короче слушай да весь такой на эмоциях я там у меня компания продукт рата-та-та-та-та-та понеслась у меня сетевой все человек слышит что сетевой и все это все заканчивается как бы это все сетевой значит все нет это не мое не хочу не буду в общем реакция крайне негативная и почему так случается я тоже об этом расскажу это тоже минус в сетевом бизнесе а если представим другую ситуацию если вы человеку отвечаете на его сообщение таким образом что я на данный момент налаживаю точки сбыта для компании для интернет-компании интересно как-то так даже таинственно да правда человек заинтересовался человек сказал слушай да мне интересно расскажи немножко подробнее ребят тут конечно рекомендую человека переводить либо навстречу скажем так в зуме дата это тет зум это такая программа аля skype только программа для видеозвонков до либо выйти с ним на видео звонок либо вообще встретиться если вы находитесь в одном городе и нет я не фанатик старых методов работы список звонок встреча но этот метод более действенный действенен да если особенно вы владеете цифровым скринингом потому что вы сможете правильно подготовиться правильно говорить человеку ключевые фразы и правильно закрыть с ним встреч таким образом счет подпишется к вам команду вот ребят это тоже такой момент не нужно стрелять человеку в лоб что вы в сетевом бизнесе это очень часто отталкивает людей почему сейчас расскажу поэтому что мы делаем вот выход мы человеку говорим а я налаживаю точки но это как один пример да можно по-другому как-то зайти сказать по-другому до эту фразу переделать ее на свой лад чтобы вам было комфортно говорится я налаживаю точки сбыта для компании человек интересно интересненько даже как-то потому что так мало кто говорит сразу в лоб и там все супер донас маркетинг план так далее об этом говорят все все об этом кричат куда у меня такая информация да ребята я очень много и часто смотрю топ лидеров сетевых компаний которые уже 10-20 лет занимаются сетевым бизнесом и поверьте они знают что говорят особенно когда они идут в ногу со временем и так остановимся на этом и перейдем к минусу номер пять минус номер три старые методы работы такие как да давайте поговорим о них немножко такие как предложение в лоб купить продукт вот эта беготня с каталогами да предложение в лоб опять же да прийти в проект вступить в команду спам ну это и есть вам до предложение в лоб ребят список звонок встреча звонок алё здравствуйте а вы тут выиграли подарок но это вообще наверно знакомо всем не до сих пор так как я в этой компании раньше пыталась скажем так развиваться потому что я много не знала сетевом бизнесе поэтому меня не получилось поэтому не срослось поэтому в данной компании я сейчас буду использовать все методы работы до которые сейчас в тренде и как раз это и есть решение ребята нужно идти в ногу со временем мир меняется сетевой бизнес меняется да если вы хотите развиваться онлайн здесь есть особые инструменты для этого и даже на такие инструменты как партизанский маркетинг ребят уже начинают изживать себя сейчас есть другие методы работы которые я тоже сейчас очень сильно изучаю прям плотную плюс еще цифровой скрининг конечно же да ребят эти методы вам дадут совершенно другую целевую аудиторию да я понимаю возможно проще вам общаться с людьми которые такие же обычные так как и вы как я мама вот в декрете до обычная медработник возможно но после года в сетевом бизнесе понимаешь что целевую аудиторию нужно менять если ты хочешь роста если ты хочешь развития в сетевом бизнесе первое да это методы работы где ты должен идти в ногу со временем и второе целевая аудитория который даст тебе рост развития это важно это важно потому что не будешь расти ты не будешь расти твоя команда все сетевой это не мое так ребят минус номер четыре в сетевом бизнесе есть такой лозунг очень модный сейчас наставник достается тем кто его достает мое мнение таково что это все чушь собачья чушь собачья я пока не начала изучать цифровой скрининг ребята я тоже перекладывал ответственность на куда-то там это даже не не на кого-то там да она куда-то там то есть если человек вам не приходит к вам не стучится с вопросами ну все значит ему наставник не нужен ребят это ошибка это огромный минус ну во многих командах и я это поняла уже когда стало поздно когда уже в моей команде ничего нельзя было изменить поэтому не делайте таких ошибок не совершайте такие ошибки я вас прошу прислушайтесь ко мне и обязательно работайте со своими внимания лидерами даже где бы они не находились на глубине либо него с первой линии работайте с этими людьми это очень важно не бросайте их и важно конечно же знать да каждому человеку нужен определенный подход еще раз реклама пошла еще раз конечно же цифровой скрининг это просто пушка инструмент ребят ну и напоследок самый такой вкусный минус сетевом бизнесе вообще на самом деле мне очень сложно говорить о минусах сетевом бизнесе но я постаралась я нашла порылась откопала ребят минус в том что первое время нужно будет пожертвовать чем-то да то есть пожертвовать своими друзьями пивком сериалами для того чтобы выложить себе дорожку до построить себе трамплин для более высокого так сказать уровня до для более шустрого старта и такой момент что тоже до один из минусов многие люди не знают что такое сетевой бизнес особенно через интернет люди не знают у них есть стереотип нет результата в сетевом бизнесе да и поэтому они говорят что сетевой это лохотрон развод это не мое и так далее ну и кучу всяких разных негативных моментов в сторону сетевого бизнеса я думаю что в скором времени люди конечно было бы желание изучит что такое сетевой бизнес на самом деле увидят в нем нереально крутые возможности просто бомбически конечно сетевой для всех но не все для сетевого здесь нужно очень сильно трудиться ребята в первую очередь над собой так вот у меня есть ролик мой самый первый ролик он называется ложь правда сетевом как в сетевом разводят людей да и этот ролик у меня набрал почти тысячу просмотров ребят почти тысячу просмотров хотя ролик не несет там глубокой такой информации вот как я сейчас рассказываю вам о минусах сетевого бизнеса но я поняла одно что ли люди ищут какой-то негатив какую-то вот такую какашечку в любой сфере деятельности которую бы они начинали важно знать да какие риски в сетевом бизнесе что может случиться ребята как в любом бизнесе да вы в компаниях может быть кризис и это норма также как и классический бизнес может полностью прогореть в первые два года и это статистика ребят вот и ребят спасибо вам огромное всем тем кто писал под моим первым видео чё за бред ты так и не рассказала да как разводят людей сетевом и так далее теперь я понимаю что мне нужно для вас записывать что вам интересно вот и ребята я расскажу вам в следующем ролике почему у многих людей не получается в сетевом бизнесе расскажу вам и ребят покажу свои скромные чеки ну действительно скромная потому что хвастаться ими ну пока сложно вот покажу свои скромные чеки вот но я думаю что это видео уже выйдет в новом году поэтому ребят всем спасибо за просмотр я очень старалась очень опять же волновалась потому что это не мой контент обычно я такой человек позитивчик который рассказывает как все круто круто на фрилансе круто в сетевом бизнесе да и вообще в онлайн работе ребят но в любом случае все чтобы вы не начинали это труд это труд самим собой до себя перестроить и трудиться нужно вкладывать время и свои силы то дело которое вы хотите чтобы процветала и приносила вам хороший доход поэтому ребят всех поздравляю с наступающим новым годом всех обнимаю желаю желаю вам счастья богатства здоровья и процветания ребят всем до новых встреч в новом году пока пока